В Югре усилят патрули на водоемах. Тему подняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его накануне провела Наталья Комарова. В частности, на встрече обсудили безопасность жителей региона на водных объектах в летний период. Губернатор поручила муниципалитетам увеличить периодичность их патрулирования, особенно в выходные дни, а также совместно с полицейскими организовать профилактическую работу в жилом секторе, прилегающим к водоемам. Это позволит снизить количество нарушений. Также нужно составить перечень всех мест неорганизованного отдыха югорчан. Вы лучше других знаете, какие из мест, которые не могут быть открыты для общественности, тем не менее используются людьми для купания и отдыха на водных объектах. В этой связи еще раз все проверить. Наличие аншлагов в опасных местах с информацией о запрете купания и других мер, которые вы принимаете в таких случаях. В этом году в Югре планируют открыть 16 пляжей. В ходе заседания участники также оценили готовность муниципалитетов к предотвращению переходов природных пожаров на жилые дома и объекты экономики. В Югре было обследовано 60 населенных пунктов, а еще 6 мест отдыха детей. Они полностью соответствуют требованиям. С начала лета 10 труднодоступных населенных пунктов округа охраняют от пожаров казачьи патрули. Соответствующие договоры с тремя казачьими обществами заключили еще весной. Члены еще 16 объединений участвуют в охране общественного порядка по всему округу. Такие данные привели на заседание профильной рабочей группы. Все это является частью национальной стратегии в отношении казачества на ближайшие 10 лет. Так, например, в 12 школах региона созданы 62 казачьих кадетских класса, два из которых недавно стали призерами конкурса «Лучший казачий кадетский класс» Уральского федерального округа. В Нижневартовске начался следующий этап модернизации транспортной системы. Напомним, что в городе намерены создать логистику, которая будет соответствовать современным требованиям. Для этого анализируют информацию. Сейчас идет сбор данных о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах. В салонах автобусов устанавливают электронные датчики. Эти устройства умеют распознавать пассажиров и предметы багажа. Параллельно будет идти видеозапись. Затем полученные данные специалисты сопоставят и проанализируют. Подобные системы прошли апробацию на транспорте Красноярска, Перми, Санкт-Петербурга, а также Иркутска. Ранее учет пассажиров уже провели на коммерческих маршрутах. Внедрять новую систему начнут с середины 2022 года. Изменились точки притяжения, застроились новые микрорайоны. У нас миграция населения в течение рабочего дня очень серьезно изменилась. И данная работа нам позволит качественно и современно выстроить маршрутную сеть города под все потребности жителей. Движение по Сургутскому автомобильному мосту через Обь ограничат на неделю. Речь идет о ночном периоде с часа ночи до 4 утра с 12 по 19 июля. За это время специалисты проведут техническое обследование сооружения и отремонтируют несущие конструкции. Уточняется, что места разворота и стоянки находятся на 49 и 54 километрах трассы Нефтьюганск-Сургут. Управление автомобильных дорог региона попросили водителей планировать поездки заранее. Ремонт и обследование оранжевого гиганта, по которому проходит трасса, проводят ежегодно, примерно в одно и то же время. Добавлю, что возведение второго моста через Обь начнется уже в этом году.